Физкульт привет, друзья и ученики, и просто случайный зритель. Вы очень часто просите меня снимать непосредственно мои тренировки, как тренируюсь я. И вот сегодня ловите очередную такую тренировку. После общей разминки я делаю экстензии. Делаю экстензии методом скручивания. Кто не знает, посмотрите, у меня есть специальный ролик о видах экстензии. И перехожу к одному из любимейших своих упражнений на протяжении всей своей карьеры тренирующегося человека. Это становые тяги. Делаю 4 разминочных подводящих подхода и 3 рабочих подхода на 2 повторения в каждом. Делаю 5 разминочных подводящих подхода на протяжении защиту к точке и тяги. Тяга. После этого перехожу к прокачке задних дельт. Я очень люблю качать в последнее время дельты, и вы видите, насколько спрогрессировали мои дельты. Многие даже начали упрекать меня в синтоле, что мне очень нравится. Вы знаете, я не против фармакологии, я сам сейчас на темной стороне, о чем не скрываю. Но я всегда негативно высказываюсь по поводу синтола, никогда его не использовал, не использую. И надеюсь, что не буду использовать. Я просто вам всегда говорю, что задняя дельта лимитирует то, насколько мощно, кругло и насколько большими смотрятся ваши дельты, ваши плечи. Поэтому практически каждую тренировку на дельте я начинаю с заднего пучка. А иногда еще и заканчиваю тоже. И сегодня это одно из моих любимых упражнений. Отведение гантелей в стороны, лежа грудью на наклонной скамье. Делаю в каждом подходе по 10 повторений. Первый подход 25 паундов, затем гантели по 35 паундов, по 45, по 55 и по 65 паундов. Повторяюсь, в каждом из подходов 10 повторений. Посчитайте сами, сколько подходов я выполнил. После этого делаю отведение в стороны, но уже в тренажере. Не забывайте, что средний пучок дельт работает практически, когда вы поднимаете руки вот примерно до такого положения. Если вы поднимаете до параллели, то средний пучок отдает нагрузку. Она распыляется между другими мышцами. А если вы поднимаете еще и выше, то в большей степени будут включаться в работу ваши трапеции. Если вы хотите направлять нагрузку целиком и полностью в среднюю дельт, поднимайте гантели или тренажер до параллели. Оставляйте угол примерно в 45 градусов между плечевой костью и вашим корпусом. Попробуйте и вы почувствуете разницу уже через несколько тренировок. Вы ее увидите в зеркале. Я делаю 4 подхода, все они рабочие на 12-15 повторений. Начинаю с 15 повторений в первых подходах и в последних подходах делаю 12 повторений. Мне очень нравится это упражнение. Чувствую целевую мышечную группу. Попробуйте и вы. Заключительным упражнением сегодняшнего дня это будут трицепсы. Я делаю разгибания в кроссовере. 4 подходика. Первые 2 разминочно-подводящие, а заключительные 2 рабочие. Стэк у меня не очень большой, поэтому мне приходится делать на 17-19, а иногда и больше повторений. Вам советую делать в диапазоне от 12 до 15 повторений. 2-3 рабочих подхода. Раз, два, три. И естественно, как и любую тренировку, мы с вами заканчиваем гиперэкстензиями. Обязательно не забывайте делать это для профилактики. Растягиваем целевые мышцы не очень сильно, а вечером перед сном уже делаем растяжку на все мышечные группы. Для того, чтобы убирать крепоту, для того, чтобы не давать мышцам укорачиваться от нагрузки и тем самым избегать травм. Надеюсь, вам понравилась данная тренировка. Ставьте лайк, если понравилась. Напишите в комментариях, после того, как опробуете ее, что вам понравилось, что вы прочувствовали, что не прочувствовали. Лично у меня остались еще силы, но это очень-очень приятно. Я все равно чувствую памп, чувствую, как прокачал практически все свое тело. Не забывайте вступать в мою закрытую группу ВКонтакте. Стоимость всего 250 баксов, но вы получаете пожизненное членство и нас в группе уже 344 человека и ни одного недовольного. В группе отдельно парни, отдельно девушки получают новую программу тренинга на каждую новую неделю. Как раз таки рассчитанную по принципу периодизации, основанную на различном типе мышечного волокна. И не важно, верите вы в это или не верите. Важно то, что вы будете прогрессировать, вы не будете уставать, вы не будете упираться лгом в стенку. Вы будете давать организму отдых за счет смены режимов работы. И сохранять и улучшать свое здоровье, что может быть лучше. А также не забывайте приобрести мои книги. Их вышло уже две. Отдельно для девочек, отдельно для парней. Это серия книг «Факфитнес». Почему она так называется, вы поймете, прочитав эту книгу. Взгляд и подход к тренингу кардинально отличаются от общепринятого. И дает результат. Спасибо, друзья, что смотрите меня. Продолжение следует...